Мы подъезжаем к самой знаменитой высотке в Москве. Жилой дом на Котельнической набережной. Одна из семи сталинских высоток в Москве. Здание расположено близ места слияния Яуза с Москвой-рекой, таким образом, что два боковых корпуса стоят вдоль Котельнической и Подгорной набережных. Высотка строилась как город в городе с 1938 году и закончилась в 1952. Центральный высотный корпус насчитывает 32 этажа. Его высота вместе со шпилем составляет 176 метров. Этажность боковых корпусов от 8 до 10. Изначально в доме было 540 квартир. Мы идем на плашинных уровнях метра. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои самые прекрасные зрители! Ну что ж, наступил момент истины! В субботу я уезжаю уже на дачу. И, может быть, вы уже и видео это увидите с дачи. Но, во всяком случае, мне предстоит решить, что же я туда беру. 400 рублей набор. Красивый такой пувшинчик. Кислородчик. И три чашечки. Красивое-то큰и квалификация. Капкаун. Красивое-то. Конечно его показалось. Красивого-то. Красивая. Красивого. Красивый información. Красиво-то. сегодня все по 100 все по 100 здесь все по сути 200 написано сегодня в два раза дешевле все по 100 здесь везде и вот этот все не по 100 ну какой лучше как лучше не знаю этот смотрите совсем такой цветов здесь больше весь он такой атака не форма перламутровая форму них по-моему одинаково совершенно вот это более красочный такой зелененький зато этот смотрите какой чайник и сегодня по 100 рублей вот такой красавицы я купила да и тоже по 100 рублей ну не удержалась потому что мы такие цены смешные и вы знаете что я не специально но как то так все таки собираю коллекцию чайников видели мне коллекцию на даче у меня помимо того что там было представлено есть еще и вот подкупаю и этот чайник займет достойное место моей коллекции посмотрите какая красота там был правда и молочник но я решила остановиться на чайнике хотя молочник тоже стоил всего 100 рублей и удержаться не купить его было сложно но молочники я все-таки не собираю уверена что вот этот чайник это конечно не фарфоровое изделие а скорее фаянсово посмотрите все-таки достаточно плотный толстый нож не просвечивает однозначно стенки видите носик такой же лето ручная роспись цветы лепка вообще очень веселый и летний рисунок ну и изящная очень форма такая изящная и посмотрите какая красивая крышечка ну вот любуюсь не на любуюсь красота и кто же это вот значок этот не знаю если вы знаете пожалуйста подскажите такой чайничек сначала мне кто-то написал что все-таки это кисловодский фарфор но я поискала ну клейма нет таких клейм но вообще действительно он похож благодаря подглазурной росписи пигментами и гобами ангобами и благодаря над глазурной цветными эмалями получается тончайшие цветовые переходы и благодаря еще иллюстрированию нанесению спецэффектов после обжига у изделия появляется перламутровый блеск то что здесь мы в общем-то и наблюдаем посмотрите какие тончайшие переходы да и вот этим он конечно и похож с кисловодским ну я просто даже не могу понять что же тогда может я думаю что как раз тот молочник со всеми вот этими эффектами но там даже больше лепнины он наверное был может быть кисловодский но я не посмотрела тогда его клеймо ну жалею об этом очень ну и в тяжелые времена когда многие художники уже не было столько работы они уходили и организовывали свои небольшие предприятия где они вот тоже выпускали такую посуду ну поищу может быть я и найду может быть я еще и найду что-то другое ромашки колокольчики смотрите какие-то колокольчики с другой стороны такое все летние летние милая милая вот моя вторая покупка очень красивый чайник ручная роспись долёва и купила я этот чайник за 100 рублей представляете как два цвета в тоне видите коричневый бежевый очень такой красивый тон и белый вот вообще очень красивый как раз в стилистике 70-х посмотрите какой цветок какой рисунок до воду лёва выпускала еще и такие чайники и кстати у него тоже ручка очень интересные посмотрите очень интересные сейчас вам поближе покажу даже девяносто второй год крышечка немножко такой вот и пила перламутровый до оттенок покрыто так что крытью неоднородная красота удивительные вещи 100 рублей такой старый чайничек 92 год это да ну это еще винтаж красиво и все ручная роспись которую чайники которые хранят человеческое теплоурок теперь на дачу поедет не один а целых три прекрасных чайника ну даже не знаю какой из них каждый в своем стиле не выбрать конечно из них лучшего трудно ну а вам что больше нравится друзья все красиво все да красота вопрос не простой всего много на даче вы помните у меня коллекция цветного стекла помимо чайничков ну кстати часть чайничков и здесь в общем да проблема обнимаю целую всего самого хорошего чтобы у вас были всегда перед вами только решение таких приятных проблем целую обнимаю лето лето лето